Здравствуйте, сегодня отвечу на вопрос, который оставили к видео «Как простить обиду» – вопрос про то, что делать дальше. Когда соединила внутри, я там говорила про соединение внутри двух разных состояний, на душе стало легче, стоит ли возобновлять отношения с этим человеком или же отпустить его с миром? Смотрите, однозначного ответа нет, но если вы решите возобновлять отношения, что важно? Важно не ожидать, что он изменился, то есть, другими словами, если вы решите возобновить отношения, будьте готовы и даже говорите себе, что, скорее всего, то, что произошло ранее – это повторится, потому что человек плохой, а потому что так работает комплекс. Тот комплекс, который ранее был между вами, и так просто комплекс не уходит. Не всегда это повторяется буквально, то есть, допустим, если в отношениях была измена, это не значит, что буквально повторится измена, но, скорее всего, будет повторение на уровне вот этих полярных переживаний, крайних переживаний. Реальность внешняя, она может, то есть, внешние декорации для проживания этих полярностей, они могут меняться. Например, в каком-то случае это была измена, в другом случае это может быть какой-то, не знаю, человек там где-то сильно подвел в деловых вопросах и так далее. То есть, внешние обстоятельства другие, но ваши переживания такие же. Когда мы сближаемся с человеком, есть такое выражение, что партнеры находят друг друга, бессознательно притягиваясь своими комплексами, тем, что за ширмой у каждого. Так вот, когда люди сближаются, эти комплексы начинают структурировать отношения между ними, то есть создавать некие ситуации, где люди проживают вот эти вот полярные состояния. И повторюсь, если вы возвращаетесь в отношения, даже если вы поработали с собой внутри, посоединяли и так далее, будьте готовы к тому, что комплекс будет провоцировать на повторение тех же переживаний. Это может быть буквально повторение той же ситуации, вот человек вот так вот поступил, и он может еще раз так поступить. Это может быть не буквальное повторение, но что-то такое произойдет, что чувствовать вы себя будете похожим образом. Как можно это предотвратить? Есть один единственный способ работающий, предотвратить это мы можем принятием. Когда я возвращаюсь в эти отношения и я себе говорю, скорее всего, что-то подобное будет повторяться, то есть, скорее всего, вот этот комплекс, который создал ранние ситуации, из-за которых была обида и так далее, этот комплекс он остался, и он будет опять поднимать свою голову. То есть, это сознательное отношение и принятие этого, что это, скорее всего, может повториться. Вот, если это принятие внутри есть, тогда, как ни парадоксально, комплекс теряет силу, и вырастает вероятность того, что не будет повторения. То есть, это может звучать парадоксально, особенно в свете моды на позитивное мышление, что думаете про хорошее, думаете про хорошее, и вот хорошее будет. Это все правда, но не в случае активного комплекса. В случае активного комплекса надо поступать ровно наоборот. А если у вас уже с человеком были какие-то нехорошие ситуации, это значит, что комплекс между вами активизировался, то есть, он активный, в стадии активной. И в случае активного комплекса здесь позитивное мышление работает ровно наоборот. Позитивное мышление будет увеличивать вероятность того, что то, что было вот в прошлом, оно повторится, вот то нехорошее, что было в прошлом, оно повторится. Поэтому, если вы решите возвращаться в эти отношения, очень хорошо помните свои крайние полярные переживания. Вы должны постоянно бдить, и как только вы осознали внутри себя одно из этих двух переживаний, вы называете, что происходит, вы говорите про то, что сейчас проснулся мой комплекс. И когда я вхожу в одно переживание, например, хорошее, в эйфорию, после этого обязательно будет плохое. Эти пары переживаний для всех уникальны, то есть, вы должны их знать, как вы их проживаете. Например, «Бесграничное доверие», вот такое очарование, после этого предательства. И это вещи, которые внутри связаны, и когда вы почувствовали одно состояние, например, «Бесграничное доверие», вы себе говорите «Стоп, вот сейчас активировался комплекс». И, скорее всего, после этого последует крайне плохое состояние, например, предательство, потому что эти вещи у меня связаны, и это, повторюсь, как ни парадоксально уменьшает вероятность того, что нехорошее будет реализовано, вы проживете это в реальности. Уменьшает, но это не убирает полностью риск, но это способ шаг за шагом, шаг за шагом максимально нейтрализовать комплекс, который активировался у вас в отношениях с другим человеком. Что еще помогает нейтрализовать комплекс? Смотрите, у вас есть какое-то ограниченное количество энергии, X каких-то там квантов энергии. Соответственно, это X каким-то образом распределяется между различными вашими точками внимания, и чем больше интересного у вас в жизни, интерес – это магнит для энергии, то есть интерес – это магнит для внимания, когда вам интересно, вы залипаете, где внимание, там энергия. Так вот, чем больше интересов у вас в жизни, тех ситуаций, где вам интересно, тех занятий, которые вам интересны, тем меньше энергии остается на комплекс, тем быстрее он нейтрализуется. Поэтому наполняйте свою жизнь интересными для вас вещами, событиями, обучениями, занятиями, работой и так далее. Это тоже хорошая такая профилактическая мера того, чтобы комплексы меньше и меньше влияли на ваши отношения. В частности, если вы сейчас в поисках новой профессии, новой сферы занятости, новой сферы развития себя, как психолога, возможно, приглашаю вас в наш новый поток программы «Карьерный консультант». Все детали по ссылке под видео будут, пожалуйста, смотрите, читайте, оставляйте заявку, можете поговорить с нашими консультантами и все детали обсудить. Профессия сейчас востребована, спрос есть, предложений грамотных очень мало, потому что по сути профессия новая, и даже обучение на русскоязычном пространстве, его обучающих программ очень мало пока. Тем более, что наша программа, она уникальна тем, что мы даем комплекс психологии, коучинга и карьерного консалтинга, то есть это то, что не делает на русскоязычном пространстве никто. Поэтому мы выпускаем абсолютно уникальных специалистов, которые невероятно востребованы сейчас на рынке, опять же то, что подтверждает наш опыт с предыдущим потоком, где еще во время обучения уже практически все участники группы получили первых платных клиентов абсолютно с нуля. Поэтому, если вам тема интересна, приходите, заполняйте заявочку и наши консультанты с вами свяжутся, сможете все интересующие вас вопросы задать. На этом все, с вами была Кудрявцева Кристина, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова